приветствую сегодняшняя тема верующий нарцисс религиозный абьюзер мне пришел комментарий на youtube не смогла не разобрать такой крик души среди псевдоверующих людей огромное количество абьюзеров научи дурака богу молиться он себе и лоб расшибет каков поп таков приход вот сейчас я расскажу как маскируется абьюзеры как они сбивают даже священников насчет ситуации в семье что не каждый сможет увидеть и для чего нам дана голова и помогу этой девушке рассказ большой я его выложу под видео сокращу венчанный брак они могут ходить в церковь причащаться очень большой комментарии и просто под видео выложу привет от айны заставляет причащаться зашел к детям короче наехал на детей они давят такие абьюзеры когда я подошла к служителю в церкви он начал мне втирать на мой вопрос вообще про другой был что надо заставлять трехлетних детей выстраивая выстаивать длинную службу монастырские службы они могут по четыре часа длиться я поняла что он ку-ку так вот забегая вперед вам бог дал разу и священники особенно священнослужие тем кто там служить там всякие бабки там охранники то люди далеко порой не самые продвинутые и не сравнивайте послушание духовному отцу если вот допустим вы ищете какого-то святого его можно не найти есть ваша жизнь и вам решать как ее прожить были случаи когда я спорила с монахом ха там известным священником он говорил ну вот надо смиряться терпеть а что ты сам не женился но это ладно когда в ситуации дьяко напиваясь гонял жену топором по двору вообще нормально и нет ну я здесь при всем моем уважении к священному сану не согласна здесь дело полиции и психиатров а его дело молиться что он там помолится и этот перестанет топором бегать так ведь бегает что это значит плохо святой работает или время не пришло поэтому женщина в депрессии в этом посте ее абьюзер и зажрал зато они все верующие или бегал такой один казак настоящий все храмы обошел а жену гонял ремнем с криками да убоится мужа почему потому что христианская религия с не что-то не то не беру православную ветвь там с католик я не буду короче про раскол церкви да это на богословские каналы православие изумительно уникальнейшие великолепные религия люблю ее вообще в ней просто вот все есть но люди ее не умеют трактовать и это так же как изучать медицину или квантовую физику по учебникам ты устроишь какую-то свою очередную секту ты ничего не поймешь так вот боится мужа это боится обидеть и красной нитью евангелия является любовь а любви как мы видим у абьюзеров нет и не было это правда который да девочка моя жить мало кому нравится потому что и матушки ко мне приходили которые уходили от психопатов батюшек которые устраивали потом все до православную сект и придурочные бабки ненормальные этом гендера не имеет псевдо верующая свекровь которая и зажрала своих близких это иллюзии духовной жизни научи дурака богу молиться он лоб расшибет или такая псевдо верующая бабка который бьет по губам маленького внука за то что он в пост ест котлетку хотя детям вообще не надо поститься там организм формируется маленьким а она сама съела сына и невестку я об этом в книге писала так вот я хочу рассказать что православие это одна из мудрейших религий это религия разума в том числе но красной нитью идет любовь которая выше всего и вот нет любви в абьюзе и люди могут ошибаться и раз вам дан драгоценный дар свободы выбора учитесь опираться на себя и на свое мнение чтобы избежать многих ошибок не надо искать каких-то благодатных старцев надо искать тут правду что царство божие по евангелию внутри вас а что это такое это мир спокойствие правда и так значит она спрашивает мужа вот он заставляет ходить в храм с ненавистью пошли да на причастие из глаз ненависть уехала от него не выдержала женщина верующая не думаю что и это было легко а он обвиняет что она разбила семью ну конечно это излюбленный прием манипулятора запомните для нарцисса абьюзера психопата для любого нарушенного человека религия это излюбленный прием для манипуляции здесь неважно какая религия но кроме сатанизма я эту религию не уважаю к остальным отношусь уважительно но выбрала уже давно православие это прям мое родное здесь муж будет этим манипулировать абьюзер это же на всю жизнь ты же разбила семью а то что там любви не было а были издевательства нет он сделает неадекватом ее девушка пишет но он же не изменял пожадничал ноги на плечи в шутку складывал было не раз я говорила что меня это унижает а он смеялся я сбросить хотела ноги а он сильный как бык я плакала но ему все равно а вот еще была у меня ситуация прям такие все верующие духовные девушка плачет стыдится говорит он кусает меня мне больно синяки а он говорит я хочу тебя кусать из церкви не вылазит давайте мы вспомним как в евангелии сатана искушала иисуса цитировал ему все евангелие там че ну не все часть да если человек о боге говорит это не значит что он с богом нормально близкому боль причинять ноги на плечи складывать и душить классно это полицию вызывать потом пишет я просто сокращаю еду прятал денег не давал выпрашивала у него интим один раз было тяжело плохо отказала а потом он перестал ах вот ты мне не даешь я тебе не дам например прямо христианской любви и мудрости или вот случай просто реальной ситуации это много при церкви работала заставляет матушку рожать запрещает предохраняться семь детей матушка умирает все там вывалилась отмерло что можно при современных средствах предохранения при том как можно поправить здоровье и семь родов для женщины это так зато предохранение грех барьерный метод например презерватив это не грех и заставляет юбки носить бросить работу репродуктивное такое насилие чего только не насмотрелось понимаете нормально вообще-то это же псевдо православная секта не обращаться за медицинской помощью рожай дома вот так вот насмотрелось дальше 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 девушка пишет она ехала в мороз за бабушкой ухаживать по снегу на скутере 10 километров у него машина не предложил отвезти а так замерзла а сколько раз я была сукой тварью мразью так вот друзья мои когда нет любви а нет брака может быть по факту венчаны может быть в паспорте ладно иди не мучай меня садо не хочешь зачем пришла но по факту этого брака нет давайте по правде умирает брак там где нет любви умирает брак там где жестокие слова помаленьку потихонечку одно жестокое слово предательство ребенок плачет аналижи с температурой он ей покушать не принес зато иконами весь дом обставлен или вот видела ситуацию стоит такой батюшка общается с прихожанами девки молодые в рот смотрят а жена мучиться с двумя орующими плачущими детьми вот так это не значит что православие что-то там я против я всегда за эту религию в своей жизни я не навязываю в ней очень много замечательного но есть люди которые неверно понимают православие что главное это дела любви и это очень тяжело на самом деле потому что если ты будешь просто их пробовать делать любить это действие любить когда твоя жена задолбанная орущим ребенком который блюет поносит что говорят что такое дети в садик пошел ротовирус ну кого кишечко миновало напишите может кого-то миновало и тебе хочется романтики тебе хочется интима тебе хочется массажа вкусного ужина отомстать тазики с блевотиной с какашками и жена измученная и второй ребенок орет на горшке или уроки не сделаны и кот написал в горшок а жена не ела со вчерашнего дня и вот ты вот скрипя сердце зажав свои потребности идешь и помогаешь ребенку задницу вытереть вытереть блевотину умыть лицу вот там вот это вот глагол любить и куется вот поэтому у нас только разводов потому что любить когда есть романтик когда эссентик когда есть вкусно-сладко многие считают это не любить это влюбленность это гормоны а помогать быть рядом когда плачет близкий человек когда он уже бизнес рухнул а он и старался вот так получилось двадцатый год и свекровь деньги делит когда его давайте мы его на и свою отправим а мы деньги поделим да вы разведитесь сколько такого бреда а ты рядом ты там находишься а ты рядом любить это очень тяжело когда тебе хочется все нафиг послать ты на колени встаешь в молитве просишь господи дрянь это из меня выбей я любить это действовать помогать когда твой ребенок хочет внимания ой как это тяжело вот это красная нить православия выплаканные святыми что делала вот недавно святая ксения была вчера буквально молилась за всех холод в зной все же на могилку как вампиры премся а кто-нибудь дела любви старался делать просто заткнуться и кому-то гадость не сказать не сорваться на маленьком ребенке мне осудить кого-то ой ребят я не знаю что ли вы думаете вот я тут какие-то сказки рассказываю все это сама прохожу и что я хотела вам сказать вот владыку оболтал абьюзера владыка запретил им развод с этого в принципе надо было начинать но как получилось больная тема для меня потому что мне дорого православие и потому что его практически большинство травтует неправильно не зная глубины православия на котором стоит наша родная земля так вот если это нарциссическое расстройство личности психопатия тут все признаки перверзного нарцисса или придурочного психопата если это расстройство вот дальше ей владыка не благословила развод с этим чудовищем я очень многое видела а может даже не избивать может уничтожать холодностью черствостью по 12-20 лет женщины измученные живут страдая не каждая может жить в браке как монашка иначе зачем не выступать и владыка не дал развода но не благословила разводиться венчанный брак да так вот хочу вам сказать что есть такая общая проблема у священников с психологами психотерапевтами когда я вот так прямым текстом говорю не лезьте в нашу зону я тысячи консультаций проводила истощенных измученных людей вы этого не делали они считают они в психологии разбираются это общая прелесть есть у священников как у психологов что они правы а есть выплаканный кровью и потом опыт что есть люди нарушены нарциссизм психопатии так вот показанием к разводу автор я для вас это разбираю является в том числе и психическое отклонение а владыка вам не дал владыка не психиатр владыка не психотерапевт а вам бог дал мозги и хотя бы этот youtube понять игровая зависимость наркомании алкоголизм шиза психопатия развестись потому что с психически больным человеком жить невозможно а девушка в конце просит помощи что сначала вроде их разводили а потом абьюзер оболтал владыку я знаю как это делается на суд если приходит психопат он придет вообще или перверзный нарцисс может больше перверзник белой рубашки с цветами а если там опека над ребенком он концерт разыграет он вас выставит идиоткой а себя святым я семью хочу сахара я все за семью что я не хватает она трясется потому что унижал обесценивал издевался щипал давил душил при интиме ну так что синяков нет там такие виды издевательств там такие извращенные виды унижения затравленная жена грехами страшным судом и увидеть может человек кто-либо хлебнул кто в теме а чего вы хотите мое уважение к священникам это гениальные люди там мои на передовой но не каждый из них знать психотерапию не каждый из них знать психиатрию кто-то вот может он вообще опыт маленький и абьюзер его оболтал как он хочет семью да ну вот дальше девушка пишет детям любви внимание не давал верующий да псевдо верующий по батарее стучит денег не давал 4000 на еду все себе прятал еду дочь талантливая благословение давал нашелся блин здесь мировой мозг вот такие уроды моральные нарциссы абьюзеры психопаты секты создают там кто-то по землю закопался кто-то и ннн кто-то короче тут фигню вот это сектанты запомните секта где нет любви вообще православие это любовь христос принес любовь и распяли его потому что очень неудобные слова говорят что сделал христос вообще плохого ничего бесноватых исцелил исцелял больных исцелял сам не имел где главу предклонить власть властелит вселенной владыка ангелов и нетварного света пришел вообще вот в яслях родился с овечками тельцами так поэтому у каждого какое-то свое представление православия вот то которое оно есть оно неудобно но не настоящие для них а вот настоящие это в себе вот это увидеть а тут видите как у детей иду забирать дальше девушка пишет венчанием прессовал это же манипуляция для нарциссы дети деньги венчание это манипуляция для вас дорогая вера а вы не имеете вот этого дара рассуждения и у меня его не было и я не понимала что происходит венчаешься один раз на всю жизнь пока в ад не попадешь а потом психиатричка и антидепрессанты депрессия разрушается тело при этом коллеги это я просто реальный случай рассказываю сколько лет практикую уже девушка спрашивает как мне развестись если он измене изменял и не бил так вот дорогая моя измена бывает и душевное духовное когда у тебя ребенок в плаче сходится денег нет а ты голодный сидишь а он тебе денег не дает когда у меня матушка одна была ей психолог помог повеситься хотелось ей дети ходят в драных колготках есть нечего а он молится терпи смиряйся как развестись издевался над ней ну да дурки не довел развелась в вашем случае человек нарушенный повторяюсь показания к разводу я ничего не придумываю посмотрите концепцию социальную концепцию православной церкви показания к разводу какие помимо там перечисления смертных грехов это вероотступничество в вашем случае больше это психическое отклонение игромания алкоголизм наркомания туда входит нарциссизм и психопатия вы этого не знаете я знаю если бы вы попали к психиатру или психотерапевту к духовнику ну вы он бы вас понял но понимаете это нет у нас достаточно специалистов у них нет времени это надо искать это вы в медицину пришли вот у меня у друзей была беда тяжелой болезни они пола россии объехали нашли решение вот так и бить можно словами можно так словом ударить и здесь надо понимать есть что вы можете что вы не можете если вы не можете с таким человеком жить вы внутри умираете уходить из двух зол выбирать меньше но в вашем случае это ну явный диагноз чего он там творил почитайте вот что это я под видео оставлю толкал что улетала в стену далеко и тут же ты милая моя я тебе сочувствую себе противоречишь если он не изменял даже не бил так работают защиты психики толкнул что улетела в стену одна знакомая моя матушка развелась сразу с батюшкой всякое бывает я повторяюсь только попробуйте скажет юлия новикова против православия говорит для меня это кровь душа россии просто его трактуют неверно некоторые есть очень верующие люди молитвами которых стоит само православие оно свято но его надо изучать у специалистов они вот а для абьюзера это средства для манипуляции это как есть медицина и есть черная транспортология есть нлп которым можно починить допустим какую-то проблему а есть нлп которые можно использовать для манипуляции с такими людьми на одном километре штаны не сниму в туалет сходить так поэтому если применил насилие предописал он придушивал тебя до вот этими ногами на толкал это физическое насилие дорогая моя физическое моральное но владыка он оболтал они очень сильные манипуляторы бог все видит поверь у бога есть все у бога правда и тебе очень тяжело я понимаю для тебя это свято это хорошо что твоя вера но чтобы тискал христос вот христос он очень ввел себя честно отважно говорю правду фарисеем его за это и распяли за правду христа распяли вот поэтому у тебя минимум два показания для развода это физическое насилие и психическое отклонение твоего супруга а вообще если супруг денег не дает то то есть ты бы к нормальным батьку попала который жизнь видел он бы искал суши ну из двух зол меньше выбирая хочешь развестись я тебе дам благословение священники тоже люди да опять же прямым глубоком уважении к носителям духовного сана дальше значит девушка пишет не хотел психологу к владыке она плакала он ее значит ненавидел унижал потом строительному мужчину от которого видимо любовь до увидела бывший разводиться не хоть не хочет говорит не любишь любовь не перестает вот понимаете ты когда-нибудь любил вообще и и они только могут цитировать слова из священного писания фарисеи цитировали цитировали христа распяли как они его ждали миссии они его распяли уникальная религия парадоксов ребят а христианство невозможно понять логикой христианство невозможно понять эмоциями тем тем состоянием в котором большинство христианство невозможно понять оно понимается только духом это иное измерение более высокое, а логично это надо практиковать христианскую жизнь и тогда все вещи встают на свои места это пот и кровь проливать, это очень тяжело как в любом деле в любой деле хирург стал гениальным спортсмен а перед этим он прошел мясорубку вот как в огне куется золото не иначе значит заканчиваю владыка не дал благословения на второй брак передумал, потому что бывший сходил а болтал, я тебе говорю на судах то же самое, тебе дана свобода выбора, если ты ищешь у кого-то помощи вот чем смогла, помогла у тебя есть выбор если тебе плохо, если тебе больно уходи нет такого, как развенчивание это миф есть просто благословение на второй брак если владыка не знает ситуации ну, конечно, там надо может быть справку от психиатра но это по решению суда принудительная медицинская экспертиза по всем признакам человек нарушен твой и если тебе жизнь дала шанс на новую любовь используй его но из этих отношений уходи у них ничего хорошего не будет повторяюсь показания к разводу это насилие физическое оно там было и психическое отклонение твоего бывшего так поэтому это тебе ответ на то что делать с венчанием понимая твое состояние работала с такими людьми были такие кейсы у меня был такой опыт вот ты пишешь у тебя чувство вины депрессии антидепрессанты я думаю часть вины тебе сняла я попадала сама к очень хорошему верующему психологу такой пожилой с опытом она мне тоже помогала вот если ты на антидепрессантах в этих отношениях нахрен эти антидепрессанты ой, эти отношения прости я уже устала под вечер за три месяца денег детям не дал ни копейки апостол Павел говорил по-моему апостол Павел кто не заботится о ближних он хуже неверного поэтому как отец он уже никто и как муж он никто поэтому Бог это жизнь наша а вот форма это вторично если типа он там венчанный брак отец но он не выполняет отцовские обязательства не дает деньги не заботится о тебе ты дорогая на антидепрессантах кто там как такового брака нет есть печать в паспорте и венчание которое он давно уже разрушил венчание же это благословение Бог дает благословение а будем мы счастливы или нет зависит от нас не только от тебя от нас а он тебя жрал как вампира в нем сидит чудовище дети к нему не хотят заблокировали его помогите я схожу с ума у тебя внутренний конфликт был надеюсь мои видео тебе помогло это как бы моя положенная десятина для бесплатной помощи людям это не значит что здесь стол заказов где я бесплатно разбираю все истории нет мои знания мне пришли достаточно большим трудом и деньгами но чем смогу верующим помогу итак это внутренний конфликт ты во многом не виновата ты чего-то не знал да и мы все косячим поэтому показания для развода у тебя все есть я их из текста тебе обозначила вот и вот это состояние схожу с ума у тебя внутренний конфликт я сама была в похожем состоянии у тебя плачет кричит душа а разум сопротивляется вот когда их примиришь да примириться с тобой земля и небо желает может быть духовного наставника найти какого-то мудрого священника порой у священника нет опыта нет времени владыка ну представь владыка да рпц это тоже такая система и к нему толпа людей идет может быть физически нет сил каждого вникнуть у него может быть нет энергии у него может быть нет дара святости да не каждый человек он прям супер святой увидеть что у вас происходит ты же такой же человек понимаешь это же не серафим саровский которому ты пришла он сразу же видел ребят серафим саровских сергий радонежских ксении матронушки это же единицы это столпы россии остальные люди все поэтому приходится выгребать на логике на опыте на какой-то чуйке и естественно на молитве то есть приходится как как можешь выгребать вот друзья мои под видео я эту историю оставлю и что вы думаете напишите в комментариях под видео поддержите автора если не можете поддержать ну просто пройдите мимо напишите гадость заблокирую на веки вечные с этого канала как интересно человек заблокируешь он потом все равно возвращается по большей части потому что ну контент у меня классный с трудом достался люблю вас всех вот дорогая не вините себя вот ну я думаю мои подписчики вас поддержат у меня много православных вот и кто были похожи в ситуациях и мир вам не заблокирую ну пока не заблокирую